Можно собрать совершенно потрясающую коллекцию редчайших минералов. Честно говоря, сначала хотелось просто выплюнуть легкие. И цели. Это вообще просто можно застрелиться. Я могу продемонстрировать. Давай. Добрый вечер, дорогие друзья, коммиведы. Приветствую всех зрителей нашего канала Коммиведы. Дорогие друзья, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. В нашем клубе всегда интересно. И сегодня у нас традиционный ежемесячный день открытой площадки. День открытых дверей. Где мы стараемся рассказывать устами членов нашего клуба о путешествиях, об их коллекциях. И о тех эмоциях, которые они при этом испытывали. И как они путешествовали. Сегодня у нас в гостях молодой человек, юный коммивед. Дима Грачев, который вместе с родителями путешествует в самых разных точках нашей страны и вообще в мире. И сегодня Дима расскажет и о своем увлечении, и о своей коллекции. И в первую очередь, конечно, о тех сборах, которые он произвел в очень интересном месте. На вулкане Толбачика и на других вулканах. На Камчатке. Так что, Димочка, давай расскажи немножко про себя и вперед. Здравствуйте, дорогие друзья коммиведы. Меня зовут Грачев Дмитрий. Мне 12 лет. Учусь я в школе номер 67 в 6-м Г-классе. Сегодня я бы хотела рассказать о своем путешествии на Камчатку. Здесь можно видеть на слайде серный хребет вулкана Авачинский. И да, чтобы понимать масштаб, вот он я на общем фоне. В дыму фумаролов, в поисках вот таких вот кусков серы. Хотел бы ознакомить вас с программой тура. Сначала мы прилетели в аэропорт Елизово и переехали в Петропавловск-Камчатский. Провели в нем день. И, собственно, со следующего дня начался наш активный тур. В который входила Малая долина Гейзеров, Вулкан Мутновский, Горелый, Плоский Толбанчик и Авачинский. А сейчас поподробнее. Здесь начинается Россия, Камчатка. Этим слоганом встречает нас памятник по дороге от аэропорта в Петропавловск. А с кем ты на фотографии? Это мой папа на фотографии. Так надо пускать, я здесь папа. Я здесь с папой. Первой нашей точкой стала Малая долина Гейзеров и Мутновская термальная электростанция. Она работает на геотермальных источниках. А именно там пробурены скважины, пар из которых поступает на турбины, которые вырабатывают электроэнергию. Здесь можно видеть, собственно, пар. Она еще к тому же единственная в России. Да. Также вот вид на долину, где вдали можно видеть столбы пара от деактивированных скважин, которые пока что не используются. Это вот такие маленькие домики. Вот я сижу на трубе, которая раньше была скважиной, но сейчас оттуда только изредка выходят газы сернистые с неприятным запахом. И иногда поднимается вода. Так что до нее можно было бы достать рукой, если бы она не была бы кипятком. После осмотра ТЭС мы пошли, собственно, в Малую долину гейзеров. Там были очень много разных видов фумаролов. Там сильно пахло серой, но ее в своем желтом обличье там не наблюдалось. Фумаролы там были, как я сказала, уже совершенно разные. А именно, как можно видеть на видео, грязевые котлы. Также там были и сифонящие фумаролы, и просто, так скажем, кипящие лужи. Вот вид на всю долину гейзеров. Малая долина, дальше. Да, Малая долина гейзеров. Красивейшее место. Красивейшее. Мне уже непонятно. Сера не пахнет. Это молекулярное вещество. Чем все-таки пахнет? Ее соединениями, сероводородом. Да, вот это другое. А сернистом газа не пахнет? Тоже пахнет. Да, не пахнет. Однако, концентрация серы в парах была не столь высока, поэтому пары были на вкус точно такие же, как и откастрюли с картошкой. Там тек ручей, в котором были по заверению гидов лечебные глины, и вся группа дружно намазалась этим чудом природы. Это в приближении можно видеть один из самых активных фумаролов. Рев от них стоит, как от реактивного двигателя взлетающего самолета. Дам краткое определение фумаролы. Фумаролы это трещины или отверстия, располагающиеся в кратере вулкана или на его склонах, являющиеся источником фумарольных газов. Различают первичные и вторичные фумаролы. Первичные это, собственно, трещины в земной корее, которые подогреваются магмой, а вторичные фумаролы образовались в результате того, что лавы еще не до конца остыли и продолжают сохранять тепло и подогревать воду, процетившуюся в трещины. Также вот можно видеть маленький грязевой вулканчик. Это трещина, в которую начала стекать вода, и по стечению обстоятельств там были еще глинистые почвы. Со всех сторон кипит и шипит. Земля под ногами достаточно теплая. В местах, где нет столь высокой фумарольной активности, круглый год растут растения. Большинство камней рядом с фумаролами были покрыты непонятным зелетным налетом. Позже мы узнали, что это микроводоросли. Вот маленький грязевой котел. Температура в этих котлах может достигать до 300 градусов, из-за того, что вода там не в чистом виде, а в смесью с грязью. Еще один котел. Они достаточно активные и издают кипящие и шипящие звуки. А вот это то, что называется кипящая лужа. Туристы очень любят готовить в этих лужах лапшу быстрого приготовления и куриные яйца. Серый там много. Также нужно сказать, что пребывание в малой долине гейзеров связано с опасностью. Вот эта дыра в земле, это мой след. Я шел, после чего моя нога просто провалилась. Из этой серы начал выходить пар. Так что мне повезло, что я провалилась только моя левая нога, а не весь я. А там вообще гиды следят за этим? Гиды за этим следят достаточно. Но все расползаются и уследить достаточно сложно. Следующими нашими целями стали 4 вулкана. Мутновский, Горелый, Плоский Толбальчик и Авачинский. Собственно, что такое вулкан? Вулкан это эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие, жерло, кратер или кальдеру, или трещины, из которых горячие лавы и вулканические газы поступают на поверхность из недр нашей Земли. Вулканы возникают на земной корее и других планетах, где магма выходит на поверхность, выделяя различные продукты вулканизма. Эффузивные породы образуются за счет излияния вулканических лав на поверхность Земли или в ее недрах в приповерхностных участках до 5 километров. Дорога на вулкан Мутновский. Она была достаточно долгой и утомительной. Путь пролегал по обширным снежникам. Чтобы понять размер, я его перебегаю. Из-за большого количества накатанных колей грузовики часто буксовали, завязали. Иногда приходилось подкладывать под колеса камни. Вот один из таких Уралов едет к нам. Мы едем практически на таком же. На Мутновске это действующий вулкан в южной части полуострова Камчатка и удален от Петропавловска-Камчатского к югу на 80 километров. В основном активность вулкана выражена фумаролами. Погода была теплая, хорошая, солнечная. Это был конец июля. Вот это часть дороги к вулкану Мутновскому, где мы шли по снежнику с большим углом наклона. Из-за того, что светило солнце, нас подтаял, и мы проваливались чуть ли не по колено. Вот люди на внедорожнике пытаются заехать. Видно, они очень сильно завязают. Это можно считать небольшой привилегией, однако массаж всех костей будет гарантирован. Вот еще одни. Это они на машине, а мы пешком идем. Это им просто лень подниматься? Или они ради спорта, ради любви к джиппингу поднимаются? Там было несколько соревнующихся, и в итоге одна машина, мы видели, как она на несколько десятков метров сползла вниз по склону. Так что лучше подниматься пешком. И вы были высоко подниматься? Достаточно высоко. В 2-300. После снежника мы подошли к началу каньона опасного. Собственно, в этом месте в него входит и речка. Мутновка. Можно видеть нашу представляющую дорогу по скоплению снега. А вот и сам каньон. Виды расчудесные. Даже не верится, что находимся на родной планете. Мы уже подошли практически к самому кратеру с скоплением фумарольных полей. То, что видно сейчас, это по большей степени не фумаролы, а облако, которое зашло в сам кратер. В кратере уже начиналось, чувствовался запах серы и становилось немного холоднее. Опять же из-за тени, вызванной облаком. Нет, говори сернистых газов. Сернистых газов. Да. Потому что они опасные, ядовитые. А серы что? Серы можно кушать. Сера. Да. Вот мой папа снимает на стадикам прекрасные виды. Мы уже вплотную подошли к фумарольным полям вулкана Мутновского. Видно изменение грунтов из-за фумарольных минералов. Также видно активные фумаролы, из которых выделяется огромное количество паров с сернистыми газами. Уже надеваем блаклавы и бафы, чтобы не обожгло дыхательные пути. Их желательно было намочить. Надо заметить, что после прохода мимо всех фумарол я лизнул бафу, и она оказалась кислой из-за серной и сернистых кислот. Он склюнул? Да. Также от снежников, которые непосредственно близко с фумаролами, идут небольшие ручейки. Но пить из них крайне не рекомендуется. Один из членов группы взял с собой лакмусовую бумажку. Она показала кислотную среду. Причем достаточно сильную. Вот мы в непосредственной близости с фумаролами. Они огромны. Звучат тоже очень громко. Мы видели фумаролы, которые просто сифонят. А вот еще и грязевой котел. Он иногда наполняется практически до краев и разбрызгивает горячую грязь во все стороны. Дима, а пробуй прибавить на лаптопе звук. Звук попробуй прибавить. Хорошо. Как у тебя звук пошел? Он на стопроцентной громкости. Это на колонке. А, ну на колонке не соединяется. Ну вообще можно представить себе, да, все это. Вот можно слышать тихо. Ну вообще на самом деле, конечно, при таком обиде сернистых газов там... Обалдеться. Да. Сначала хотелось... Решительно. Честно говоря, сначала хотелось просто выплюнуть легкие. Ну да, это не может случиться. Смотрите, серый непосредственно садится. Вот образцы серы, непосредственно взятые из одного фомарола. Вот. А что же тебе нос не закрыл? А папа вообще не покрывается. Ветер дул в другую сторону, и газы пока не попадали в такой большой мере. Видно их сносит в другую сторону. Это начинает уже казаться, что мы попадаем в какой-то ад, потому что никогда непонятно, когда наступишь, не провалишься ли ты под землю. Поэтому ходим только по уже протоптанным тропам. Пахнет серой очень-очень сильно, сернистым газом. Чего ж вы привыкли с ним можете? А вот фомарола, из которой были взяты эти образцы серо-самородной. Пустить по рукам. Да, конечно, по рукам. Ты передавай, то, что можно трогать из того, что не сломается. Вот еще. Кстати, попробуйте. Запах обычно остается. Да, вот это фомарола. Надо сказать, что она раньше была очень активной. Но она образовала своего рода природный сифон, из-за чего там скопилась вода и закрыла проход газом. Вот вид, собственно, прорезанной речкой Мутновкой долины. Можно видеть огромных размеров фомарол. Если бы он не был кипящим, и там не было провала, было бы безопасно, в эту дыру встало бы четыре таких же человека, как и я. Кстати, обратите внимание, что внутренность фомаролы, она темная, да? Это потому, что серо со одной стороны отлагается, с другой стороны ее подплавляет. А она когда плавится, она такая темно-конечного цвета становится. Поэтому такая краска внутренняя. То есть она и образуется, и тут же плавится. Можно видеть тоже очень активные трещины. А вообще сернистый газ горит, смотрите. Видите, синенькие это самое. Синенькие огонечки, да, тоже в некоторых местах были видны. За счет ветра попадает немножко кислород, тут же горение идет. Когда мы из близких, но очень активных фомарол, поднесли бумагу, и она загорелась. Но пар ее практически сразу потушил. Следующей нашей точкой стал вулкан горелый. Это действующий вулкан, но достаточно вялый. Активность его выражается несколькими фомаролами, располагающимися в кратере. Имеет долгоживущий центр. Состоит из пяти перекрывающихся стратов вулканов, которые находятся в кальдере диаметром примерно 10-13 километров. Сложен дезитами и доцинтами. Образован 38-40 тысяч лет назад. Максимальная толщина застывших лав достигает 200 метров. Состоит из 11 кодносов и порядка 30 кратеров. Здесь находится вид на кратер. Вот он же только без подписей. В нем можно видеть кислотное озеро. Вот также вид на видео. Также можно заметить слоистость пород. Здесь хорошо видно и лавы, и туфы, собственно говоря. То есть вот эти теплы, которые выбрасывают, хорошо распределяются. Потому что лавы более прочные, а туфы вымываются. Да. И прекрасно видны вот эти фазы, собственно говоря, вулканической активности. И вот здесь боковые кальдеры. Да, вот один из боковых кратеров. Прекрасные виды на близлежащие хребты. Также надо заметить, что от земли видно небольшие пары. Это вода, нагреваемая солнцем. И еще это пепел, который активно сдувается ветром. После горелого мы стали приближаться к толбачику, а именно на северный прорыв. Это одно из новейших извержений, произошедшее в 2011 году. Из которого были взяты замечательные образцы в хлорина и тенорита. Надо сказать, что когда мы туда приехали, там работали геологи, выровшие огромную, так скажем, яму для забора образцов. Образцы в хлорина можно видеть на столе. Они насыщенного зеленого цвета. Образец тенорита сейчас спустим по рядам. С ним нужно поаккуратней. Тенорита это то, что называется ерминянг. Это двухвалетный алексид мини, кубин О. Это то самое вещество, которое страдали все, кто обработал малахи. Потому что когда вы пьете малахи, он у вас при температуре 450 градусов превращается в тенорит, то есть в этот окисел мини. Вот панорама северного прорыва с лавовым языком, выходящим из конуса. Вот лавовый язык. Вид северного прорыва. По всему конусу также были разбросаны окислившиеся эфлорины. Вот язык. Он частично порос лишайниками. Дело в том, что там, как бы, почему называть северный прорыв? Потому что был единый. Значит, было два конуса. Один после этого лавового, а сейчас называется другой, как бы, после. И вот на этой плоской колбачке в 21-м году как раз произошел взрыв, и часть постройки, кратер, была уничтожена, и по ней пошел уже лавовый поток. И это все, как бы, вся эта кальдера опоясана как раз какими. Вот еще один вид. Шлаки были там ярко-красными и, в некоторых случаях, ярко-желтыми. Вот. Вот так же шлаки с северного прорыва. Найдены на удалении нескольких сот метров от самого кратера. А что там внутри социалов? Какие минералы там встречаются что-нибудь? Или просто сильно окисленные? Просто сильно окисленные очень. Причем они отчисляются за крайне краткий промежуток времени. Потому что в основном все куморольные минералы, они все водно-растворены. Потому что они выделяются из газовой фазы. Именно у них, как бы, все растворы, да? То есть сразу раскладываются. В процессе реакции, которая происходит непосредственно вот в этих потоках газов. Так. Также там было несколько ям. Если заслужить горючие предметы, в которые их можно было поджечь. Вот я жгу в одной из таких палку. Надо заметить, что в этой яме, прямо рядом с горящей палкой, был небольшой росточек. Так что жизнь найдет место, где примаститься. Вот он. Заметили его только недавно на видеосъемке. А это никакой не минерал зеленый? Нет, это росток, скорее всего. Зеленых минералов там мы не нашли. Около этого разлома. Вот я с папой, с гидом спускаюсь с этого конуса, неся с собой молоток, побывавший во многих местах мира. И сумку, набитую маленькими кусочками эвклорина. В руках тоже как образец. Вот этот образец стенорита. Это очень хороший стенорит. Да, на перерыве можно будет посмотреть. Он крайне хрупкий. А вот вид на геологов, примастившихся в палатке на самом верху. Это минералы из МГУ? Минералы из МГУ. Вот видно близлежащие окрестности. Вот там стоит наш КАМАЗ с бытовкой. Все остальные, часть осталась еще наверху, а часть спустилась в самый низ. Особо голодные побежали есть. Вы поймите, там же люди приезжают ходить, побродить по горам. Такие цели, как они ставили, не многие сейчас ставили, да, собрать минералы там. Надо заметить, что тогда я еще не так сильно увлекался геологией, и моей целью особо не было собрать минералы. Но я их собирал. И насобирал примерно 22 килограмма. Была бы цель, стало бы 40. Была бы цель, стало бы 40. Точно. Как ты туда залез? Как ты туда залез? Отдельный вопрос. Лучший вопрос, как я оттуда спускался. А залез по выступам? Залез по выступам. Это лавовая бомба, выворошенная в ремизвержение 2011 года. Я стою для показания масштабов. Чтобы вы понимали, мощь вулканической стихии. Вот. Это же бомба, найденная непосредственно под... Нет, не это же. Схожая. Найденная под плоским толбатчиком. И дотащенная досюда. Это самая маленькая, которую я там смог найти. Был еще вариант, который... На самом деле маленькую бомбу найти. Отколоть не больше? Отколоть не красиво. Она самородка, чтобы она в воздухе, вот она закрутилась. Какая она была. Схожие формы можно получить, если бросать кусок теста из одной точки кухни в другую. Это бросали? Да. Следующей нашей точкой стал мертвый лес. Он появился вследствие исхода перопластических потоков от извержения. На кадрах видно низкие достаточно ели и сосны. Точнее, их скелеты. Но это не так. Высота такого дерева достигала до 40 метров. Можно понимать, какие объемы были выброшены. И что было под ними захоронено. Все деревья перекручены. Из-за резкого повышения температуры. Их стволы перекручены. То есть, если взять большое количество спагетти и вот так вот их скрутить, то получится тоже... Они скручивались при резком нагревании. Прямо так скручивались, как солома. Они скрутились. Будущее живое. Их накрывало перопластическим потоком с высокой температурой. Не потоком, а облаком. Облако. Перопластическое, значит, то, что летело по воздуху. И их скрутило. Можно видеть кривые ветки. Ветки видно кривые. Ну, обычно там вот они растут просто сами по себе вот так. Следующей точкой стал плоский толбачек и его кратер. Идти туда было очень долго. Примерно 24 километра. Но мы это осилили. 28 даже. Это в обе стороны. Шагомер зашкалил. 58 тысяч шагов. Еще не повезло с погодой. Погода была... А вот острые там 3 400, а плоские где-то 3 200, да? Да, вроде. Ну, больше 3 300. Не очень повезло с погодой. Было облачно и холодно. Шли в куртках. Но повезло, что температура была положительная. По причине того, что можно было нормально идти по снежникам. А иначе мы бы просто соскальзывали и падали. За день до нас туда не взошла немецкая группа. По причине плохой погоды. А вот... Также видео с плоского толбатчика. Примерно половина по лавовым полям. Полям шлака. Вот наша группа медленно, но верно. Тащатся наверх. Группа состояла по большей части из достаточно опытных взрослых и их детей. Тренеружных. Их детей. Браво. За 5 часов 14 километров? Скорость какая, они еле идут. Наоборот, это они должны бежать были за... 3 километра в часа... Это очень большая часть. Нет, Анастасова лагеря. Ну, по крайней мере, у нас есть живые свидетели, которые это сделали. Обалданные. Опытные взрослые и их дети. Опытные взрослые. С нами были опытные взрослые. Наташа, а вы как-то... Вы опытные. Вы сами опытные. Я извлекла это. Было самое большое путешествие в моей жизни. Я никогда столько не ходила. Обратно там вниз? Обратно тоже вниз. Обратно можно было проехать, да? И многие, точнее, все дети из группы, у нас были пенки. Так и сделали, и на пенках съезжали. Однако надо... Только ради этого стоило было. Да. Огромная ледяная горка. Вы сняли это? Правда, надо было следить за тем, чтобы не напороса на какой-нибудь камень. Ну, вы снимали это, нет? Да. Да? Да. Что-то посмотрим. Ждем. Надо сказать, что с погодой наверху нам конкретно не повезло. Было облачно, не было видно прекрасных видов на лагерь. Но на несколько секунд кратер открылся, и можно было его созерцать. Это пока закрытый. Он пока закрыт тут. Начинает открываться. А вот вид на открытый кратер. Уже начало немного светить солнце, кратер открылся. На дне было видно несколько хиленьких фумарол. Серные колпаки на них тоже были. Было видно кусочек острова Толбатчика. А вот виды уже с конца путешествия. Дорога обратно. Лавовые поля титанических размеров, на которых такое же большое количество пещер. Обращу внимание на то, что можно видеть трещины на склонах ближайшего холма. Они появились из-за колоссального давления лав, которые стекали на склон. И вот наша группа в сравнении с лавовым полем. Желтые, это не серые, это лишайники в огромных количествах. Но надо заметить, что категорически запрещается их как-то трогать и тем более вырывать. Они очень долго растут. И это практически единственный вид флоры, который может трансформировать лавовые почвы в пригодную почву для других растений. Вот огромные лавовые языки. Я собирающий большую часть вот этих вот образцов. Тоже можно пустить передам. Это часть потока лавы, такой, какой виден на заднем плане вот здесь. И это тоже части потока. Из многих щелей выходит горячий воздух. Это те самые вторичные фумаролы. Пар тоже шел. Они достаточно хрупкие, так что ломать их лучше не стоит. Не отковыривать. Не отковыривать. В некоторых местах можно заметить, что поверхность лавы достаточно плоская. По ней можно было бы даже проехаться на велосипеде. Но эта поездка быстро бы закончилась. Таких поверхностей длиннее нескольких десятков метров мы не встречали. Откалывал я их молотком, который вроде называется молоток печника. Насчет сбора образцов, это было очень сложно. По причине того, что большинство просто рассыпалось в пыль, а большинство было монолитом. Не поддавалось даже кувалде. Вот, пришли влаги, достали мешок с арахисом и начали кормить этих чудесных еврашек. Мы провели эксперимент. В одного еврашку за раз влезает около 50 грамм арахиса. А по штукам сколько? Более сотни. Пакетик. Пакетик. Он примерно вот такой. Побольше, чем белка, да? Ну, примерно с белку, но гораздо более жирный и упитанный. Еще бак все кормят. Кричали они очень громко. Похоже на свист. На свисты. На свисты, да? На свисты, да. Я могу продемонстрировать. Давай. Ну-ка, еще раз. Очень похоже. О, действительно похоже. Ты там тренировался? Кстати, они отзывались. Кстати, да, надо сказать, что еврашки на мои попытки их пародирования отзывались. Крикну я и через несколько секунд ответит следующий. За ним следующий. Надо сказать, что у них были организованы сторожевые системы. Над каждой норкой практически всегда стоял один часовой. Следующей точкой стал вулкан Авачинский. Это последний из четырех посещенных нами вулканов. Надо сказать, что восхождение считается самым сложным. Но и виды с него были очень красивые. Еще сложнее, чем предыдущие? Да, но... Что там люди погибли? На Авачинском, да. На Авачинском только что недавно, месяца два назад. Можно видеть активные фумаролы, которые сифонят в том числе из-под черной лавовой пробки и со склонов кратера. Вот подъем на вулкан Авачинский. Тут проложен трос. Подниматься достаточно сложно. Угол наклона большой. Но прежде чем ехать, вас предупреждали, чтобы идти? Прежде чем ехать, нас предупреждали. Большинство людей просто отсели. То есть сказали им, что лучше туда не восходить. А еще часть сама не согласилась на этот подъем. Вот кратер с фумаролами. Пахло там даже посильнее, чем на мутновке. Из-за даже большего количества фумарольных газов, которые включают в себя и сернистые. Вид на Карякский вулкан соседний, но для его восхождения нужна еще более серьезная подготовка. А здесь какое расстояние было? Здесь вроде около 3 километров. А побольше? Может 4-5 километра. Здесь круче было? Да, здесь было гораздо круче. Также видно снежник и синий лед на нем. То есть снежник там не тает годами. Здесь я иду по серному хребту откалывать вот этот замечательный образец серы. А в некоторых местах там встречалась даже кристаллическая сера с кристаллами до 1 сантиметра. Надо сказать, что они очень легко кололись на тысячи мелких осколков. Наверное, можно путить серу передам. Идти надо тоже аккуратно. Да, пахло там от... Это потому что рядом евражка была. Откалывалась она не очень хорошо, часто крошилась. Но в одном месте удалось найти такой кусок. Вот я пытался собрать серу, но не получилось. А вот это, видимо, более удачная попытка с трекинговой палкой. Возможно, это тот самый образец, который... Смотрите, он прям действительно... Вот. Не горячая вещь, а... А инструмент уже не взял. Инструмент уже не взял, поход был гораздо серьезней. Надо было еще смотреть под ноги, так как можно... Надо смотреть под ноги, так как... А вот, смотрите, сразу скелетные кристаллы. Да, иголочки. Да, иголочки. Эти скелетники сразу охлаждаются, видите? Моментальный рост. А надо было смотреть под ноги, так как можно было наступить на трубку фумарола. То есть, когда они выходят, сера начинает нарастать, и они удлиняются. Если наступить, ногу могло ошпарить паром, несмотря на ботинки. Вот еще вид на огромных размерах лавовую пробку, застывшую, и часть серного хребта. Начали приходить облака и затягивать долину. Вот одни из самых активных фумарол. Более активные были только около лавовой пробки. Надо сказать, что на самой лавовой пробке были достаточно длинные скелетные кристаллы серы. До вот таких размеров. То есть, это были поликристаллы. Но подходить, чтобы собрать их, было слишком опасно. Можно видеть, эта пробка покрыта налетом серы. И других фумарольных минералов, которые там могли встретиться. Вот мы подходим к части кратера с обрывом вниз. Виды просто неземные. Опять же, этот серный хребет. Количество серы там огромное. Наверное, даже если все любители камневеды придут и заберут оттуда по вот такому кусочку, там останется еще очень много. Так как она образовывается там прямо в момент нашего нахождения на вулкане. Вот еще противоположная часть. Кратер вулкановачинский. Его стенки делятся на две части. Серный хребет, или его называют луной из-за более серых оттенков. И Марс с более красными вулканическими шлаками. Ветер сильный, сдувает волосы. Также куртки сдувало. Останавливаться на обед в некоторых местах было достаточно опасно. Из-за обилия сернистых газов. Мы нашли гигантскую вулканическую бомбу. Взгромоздились на нее всей группой. И там уже кое-как отобедали. Фоморольные газы до нас все равно таки доставали. Вот та самая гигантская лавовая пробка. Вдали видны налеты из серы. Опять же, тот самый Марс. Все почвы там влажные. Из-за фоморол. Также очень теплые. Многие из группы ложились на Землю в тех местах, где не сифонил фар. И грелись. Вулкан с подогревом. Да, камушки там бывали очень горячие. И была высокая вероятность обвариться паром. На Мутновском, кстати, вероятность такая тоже присутствовала. Вот. Вот это та самая огромная лавовая бомба, на которой все ели. Ели. Это та, на которой канат как раз? Да, под ней находится канат. Опять же, видно каретки и вулкан. Там находиться было очень сложно, отдышать тоже. А также появлялся кислый привкус во рту. После вулкана Овачинского мы посетили Халактырский пляж. Финальную точку нашего тура. Она интересна тем, что песок сложен из измельченных вулканических пород, которые очень хорошо магнитятся. Магнит мгновенно облип песком. При ближнем рассмотрении можно заметить не только базальты, но еще и оливины, а также частички ракушек и растений. Вода была холодная, но многие заходили по колено, самые смелые даже купались. Вот такие исчислялись единицами. Надо заметить, что по всему пляжу вот эти вот белые частички, вот они, это осколки медуз. Иногда находили даже целую медузу. Медузы там достаточно большие, около 40 сантиметров в диаметре. То есть вот такая, да. Дима, верните, пожалуйста, еще к толбачку, покажи пещеры. Да, надо показать лавы и пещеры. Также после восхождения в следующий день мы отдыхали и посещали пещеры. Вот вход в одну из таких. И на потолках этих пещер был так называемый шкуродер или природное образование для трепанации. Лавы и сосульки. Лавы и сосульки. Они растут вот так. Снизу там тоже иногда были, иногда были лавы и даже сталагнаты, которые были от потолка до пола. Причем некоторые можно было разрушить руками, что гиды запрещали делать. Вот, давайте пустим по рукам. Вот стенка одного из таких лавовых потоков с пещерой. Пещера была относительно маленькая. В нее с трудом можно было просунуть руку. А как образовываются такие пещеры? Лавовый язык должен непрерывно течь на большом расстоянии, после чего корка его застывала. В отличие от внутренностей. Внутренности продолжали течь дальше, после чего их место заполняли газы, которые и не давали схлопнуться стенкам до полного застывания. Таким образом образовывались в некоторых местах даже станических размеров пещеры. Вот я стою в пещере. Она на большую часть затоплена. Можно видеть кристаллы льда на стенках. Также сбоку была огромных размеров. Примерно в пол моего роста сосулька. Изо льда. Тут звук, к сожалению, даже если прибавить на 100%, не будет слышно. Вот потолок. На нем можно видеть эти самые шкуродеры. Следующей нашей точкой стал так называемый метрополитен. Он так назван ввиду своих размеров. Чем-то походит на станцию метро. Везде на полу были видны такие образования, похожие на бочонки по своей структуре. Один был отколот, и я его взял с собой в Москву. Но надо сказать, что в итоге он расплавился. Я его слил в банку, и он затвердел. Сейчас можно иногда наблюдать, как он плавится в раствор обратно и перекристаллизуется. Тут также плавают его кристаллики. Содовые минералы, которые сорбируют влагу из воздуха, погрушаются, превращаются в дикий гель. Потом часть влаги, которую они собрали, то, что они в баночке, поэтому можно играть туда-сюда. Часть воды испаряется, а часть кристаллизации. Вот тут можно видеть образование. Это не вулканическая сера, это вот такие вот сосульки. На поверхности они немного выцветают, но в целом остаются цельными и не плавятся, как другие. Они желтоватые. Белые это образование из другой прищеры, причем вот такие вот кисти рук. Они растут очень быстро. Когда я был в этой пещере, с них кап... Что это по составу? Тоже какие-то водорастворимые соединения. Содовые, скорее всего. Да, скорее всего. Карбонат, натрия, калия. Они в первую очередь. Когда я был там, с некоторых кап... Все еще капала вода дождевая, которая промывает лавы. И из-за того, что температура внутри была около 80 градусов, там было сложно находиться. У этой пещеры маленьких размеров даже было свое название. Баня. Ходят слухи о смелых туристах, которые даже смогли в ней попариться. Можно было видеть, как растут эти сосульки. То есть капелька спускается вниз и через несколько мгновений она испаряется, оставляя за собой небольшой след. Видите, все минерализации, так сказать, прямую. На полу там тоже... Вода просачивает через лаву наполистая, вымывает то, что не успело кристаллизоваться, избытки щелочей. Получается, сожжи не бывают. И тут же высыхает кристаллизация. Вот вход в пещеру Метрополитен. Входы в пещеру достаточно сложные. На входе в эту пещеру сначала шел жар. Можно даже видеть пар. Народ с энтузиазмом туда лезет. Но надо сказать, что потом в пещере стало холодно. И большинство людей одевали уже более теплую одежду, если она у них была. Это то лавовое поле, которое стало еще в 12-м году, закончилось, да? Язык, да? Да, это оно. То есть в тех пор уже образуются временные верблока. Также в пещерах были породы с вот таким вот коричнево-желтым грязным цветом. Это только поверхностный цвет. Внутри, если посмотреть на скол, они такие же черные, как и все остальные. Это могло быть из-за газов, которые проходили по пещере, либо же из-за окисления. Уже верно сказали. Да, здесь очень хорошо видно. Тут уже достаточно холодно. Не было у вас фонаря для минесцентного? Они там со свободным натрием там могут быть для минесцентного? К сожалению, большинство включило очень мощные налобные фонари, которые перекрывали слабенький ультрафиолет от моего налобника. У меня был ультрафиолет, но он был очень слабым. И не 365, а 380 вроде нанометров. Вот вблизи эти образования содовые. А вот я, собирающий ту самую сосульку, которая сейчас находится в баночке. Это звучит домашняя сосулька? Домашняя сосулька. Причем из непонятной смеси непонятно чего. Домашняя солбатинская сосулька. Живущей своей жизнью. Ну, довольно интересно было, потому что Дмитрий оставил в жару на даче на крыльце эти сосульки. И когда было за 30 градусов, они растаяли. И до этого они были четко твердые. Была она твердая. То есть я на крыльце сортировал минералы по вулканам, оставил на перерыв. А когда я прихожу, я вижу, нет сосульки. Я сначала думаю, вороны утащили. Потом вижу, что пакетик от нее все же на месте. А в контейнере плещется водичка. Надо сказать, что она серьезно подпортила другие образцы, их пришлось мыть. Пещера огромнейших размеров. Также там есть достопримечательность, но она более закрытая. Это пещера, стенки которой полностью подкрыты окислами. редкоземельных минералов, оксидными пленами. Редкоземельных металлов. Из лав. Как там нам говорили гиды. Это кто-то-то придумал. И можно видеть на вот этом образце такую ленку. Да, что-то такое мелькие-мелькие есть, но это, скорее всего, какие-то медленные минералы. Они, конечно, все там-то с щелочами. нам говорят... Больше похоже на ПИИ. Вот это вот как-то такое более-менее специальное. Продолжите внимание, где провели нас. Да, я смотрю. Да, это так называемый змеиный лаз, где нужно было проползти. И вот я ползу по этим коврикам. Под ковриком... Это бывшие проколоты эти самые, что ли, надувные матрасы? Нет, это коврик, обычный коврик. Причем тряпичный. Из ткани. А, из ткани. Притачивали, чтобы ползали, да? Слушай, у вас какие-то интересные гиды. У нас такой гид был, который у нас вообще шаг-левый, шаг-правый расстрел, и вот с толбачика привез немало образов, потому что просто не давали собирать. А у вас там какой-то вообще... У вас, да, видите, как все зависит от гида. Да, и вот вылезает... Это уже пенка. Пенка, да. Она разодрана полностью. Вылезаем и попадаем в сказку, а именно весь потолок был усеян сосульками. Вот насколько затруднен пролаз Моя мама. Удалось. Вот. когда ползешь по коврику живот отлично все чуть. вот те самые сосульки, вот эти. Они были на потолке, но некоторые обкалываются, то есть видно даже стадии роста. какие-то более желтые, какие-то более белые, некоторые даже серые были. В одном месте я даже заметил что-то с кристаллическим образованием, но гид меня с кристаллическими образованиями большого размера, вот такого, с правильными формами. Но я был мгновенно отогнан от этого места гидом. А вот огромных размеров сосулька, сама упавшая вниз. Гиды запрещали их брать. Даже обломанные. То есть они вводили везде, но им надо сохранить достопримечательность. Вот можно, наверное, можно пустить. То есть вот это вот, это то, что да, это не это и вот эти это те, которые удалось забрать. Частейшие соды. А вот пищевая. Вдруг холостическая. Нет, пищевая. Она с гидроксилом там. Вот я вылезаю из пещеры под названием баня с горстью. вот этих сосулек. Они были тогда целы. Они красненькие напарившиеся. Надо набрюшник иметь. Да. Надо сказать, что лазил я... Папа на его. Прячь быстрее. Прячь быстрее, пока не забрали. Да, надо сказать, что лазил... А, еще гиды могли это обратно клеем заставить приклеивать. У них с собой был клей. Ну, да. Надо сказать, что в этих пещерах спину подрал я знатно и голову оббил тоже. А что же вы, кстати, говорите, не в касках туда, каски не забрали. Вот все хорошо гибли. С коврики постелили, а каски не забрали. Там тем более вот эти все штыри вот лезем и слева видим лавый поток, который был внутри прошлого лавого потока. То есть двойная матрешка. Видно свет в конце туннеля. Свет в конце туннеля. Вылазим и тут опять огромное количество сосулек. Но здесь это были уже вот такие сосульки, обросшие всеми этими содовыми минералами. Легко сбиваются пальцами. Там конечно такие сосульки лавые можно скальпироваться очень хорошо. Трепанация бесплатно. Скальпирование называется. Трепанация конечно она не пробьет его. И лоботомия. Содрать кожу можно включить все. Все лезут в шапках. А фонарики вам выдавали или свои? Нет фонарики свои. да мы ехали знали заранее вот наглядный пример это место в котором был собран этот шкуродер локальный филиал лада на земле правда уже остыл с а а вот за нами гид по поражению лица можно понять помолчал а вот уже и выход свет в конце тоннеля я пытающийся набрать хоть хоть что-то да один гид шел спереди второй гид шел сзади конвой дальше там тоже был какой-то небольшой проход расспрашивали у гидов за поворотом там был просто тупик все на этом наша поездка закончилась спасибо за внимание теперь ваши вопросы молодец вопросы 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 вот кстати те самые обещанные долгожданные кадры меня скатывающимся на пенке со снежника поехали с голыми ногами да нет не ну зато это не надо идти вперед и поехали ну вообще достаточно потому что больно достаточно потому что больно понятно ну вообще уже приятно что то что в шортах да то что в шортах это уже хорошо и морская прогулочка где у нас там морская прогулка после ващинского точнее перед ващинским у нас была морская прогулка с посещением лежбищ сивучей и морской морской вот гордый сидит блестит на солнце стоим снимаем а он все принимает солнечные ванны и девочки пришли вон там мальчик и тут они очень весело прыгали в воду с этого уступа большой сивуч а маленький морский котик нет это девочки морские котики другие немножко вот все поросло водорослями длинными на берегу их тоже очень много если был бы нормальный звук можно было бы слышать их замечательные крики кричат они ого-го как громко имитация есть имитация ну если только так а евражка повтори это же удивительно а евражка это так потрясающе потрясающе место человек свисток ну что все да еще есть несколько съемок вот они надо быть титры не повторять опасно для здоровья да вот оба понятно ну что я думаю сегодня будет у нас очень интересное после всего всего этого мероприятия будет очень интересное видео с участием Димы на канале камневедач такое живое Вань можно будет ставить хорошо да фильм будет его голос его писки но будет еще много много видеоматериалов то есть это может быть размонтировать и вставлять да да а ты сидишь молчишь так друзья давай я просто немножко дополню а вот киты киты касатки тут касатки уже хищные киты да и быстро следующего вот кит выпал спинку показал это какой-то горбатый или это маленький какой-то не говорили что зовут большой большой горбатый да там несколько вот а вот знаменитые три сестры три скалы или три брата да или три соседа по-разному называют а на них чайки ну че вот хорошее кстати говоря завершение вот такая вот так сказать для фильма да по дороге обратно я смотрю мам очень мало мама все снимала да так давай я тебе друзья мои просто хотелось ага все сюда хотелось небольшое дополнение чтобы вы поняли на каком уникальном месте побывал побывала семья Грачевых и с Димой да который собирал минералы дело в том что вулкан Толбачик во-первых вот мы посмотрим на самом деле сколько у нас какое огромное количество вулканов они делятся как бы на две таких группы да то есть это вот южная группа вулканов то есть вот южная группа вулканов центральная группа вулканов и северная часть вулканов и вот плоский Толбачик он ходит вот сюда чем интересен именно плоский Толбачик по своим и вот здесь пожалуйста часть именно центральной группы то есть у нас здесь Камчатский залив Камчатский 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 залив три разных залива и соответственно группа вулканов чем интересно именно вот это вот плоский Толбачик по геологическим данным там очень интересная ситуация там пересекаются несколько глубоко заложенных разломов которые идут в основном как островная дуга но есть еще вот видите они параллельные такие да вот и есть перпендикулярные и что это дает дело в том что по своему составу вулканизм на плоском Толбачике он очень отличается от вулканизма вообще большинства вулканов мира то есть есть подобные вулканы в кордильерах в центральной Америке но они очень плохо изучены и там не было таких вот собственно говоря эруптивных событий мощных извержений отличие его в том что в этих базальтовых лавах которые он извергает огромное количество щелочей то есть натрия и калия так но вместе с натрием и калием там еще и редкоземельные так сказать редкие щелочи такие как цезий и это привело к тому что значит вот как собственно говоря устроено да вот ключевская сопка вот пожалуйста Толбачик и это если вам будет интересно значит вот как раз извержение оно началось в одиннадцатом наиболее интенсивно двенадцатый тринадцатый год и после этого открытие на плоском Толбачике посыпались буквально как из рога изобилия и вот пожалуйста если вы зайдете в миндат в минерал то вы увидите значит список проявлений то есть видите отмечены самые разные проявления и у них самая разная минералогия видите и собственно говоря главное достижение в этом деле изучения вот так это все выглядит собственно говоря с воздуха вот как раз то самое место про которое нам сегодня вот это острый Толбачик из космоса да вот это значит плоский Толбачик значит соответственно значит северная вершина и южная вершина и он еще одно значит это проявление и вот собственно говорят эти фуморальные поля вот там где больше всего фотографий да на плоском Толбачике это как раз лагерь тех геологов то есть минералогов которые вам показывал Дима и вот пожалуйста руководитель всех этих работ Игорь Векторович Пеков да он член-корреспондент он как бы нашего поколения и Игорь Пеков чтобы вы теперь знали во-первых что как можно сравнить вулканологические достижения в минералоге значит по находке новых минералов посмотрите что значит до мая 22 года вот значит на Толбачике открыто 137 новых минералов за условно говоря за 10 лет за десятилетие 137 да представляете какое количество благодаря этому благодаря действию группы МГУ и Фердсмана потому что Игорь Викторович он еще работает и старшим ведущим научным сотрудником музея Фердсмана вот и возглавляет кафедру минералогии МГУ и группа им руководимая она собственно говоря и открывает все вот эти минералы и поэтому он во-первых уже превзошел бывшего значит рекордсмена так сказать мира по открытию с чего вот значит то есть он официально в книге рекордов Гиннесса как человек открывший больше всего минералов как бы на земле да вот Игорь Викторович и чтобы сравнили 137 объектов так вот а здесь у нас пожалуйста 37 на Везувие почему потому что Везувие извините меня это собственно говоря колыбель минералогии которая изучалась там начинающего с 18 века и вот за все это время было открыто столько минералов но здесь конечно уникальность в том что там необычные составы то есть вот пожалуйста список минералов вот из веб-минерал 195 минералов на вулкане плоский толбачик причем вот эти вот зелененькие красивые значит таблички это type locality то есть это минералы открытые только на толбачике чтобы вы поняли то есть 137 минералов новых минеральных видов открыто на этом совершенно уникальном объекте дело в том что существуют например такие вот соединения вот здесь как бы вот фотографии этой группы как раз эти лавовые поля вот это наш там Володя Карпенко из музея то есть у нас большая группа туда все время присоединяется вот пожалуйста как раз это вот место их работ там вот ключевская сопка на горизонте а это пожалуйста как раз плоский толбачик и пожалуйста например ну всемирно известный так сказать столбачик и теперь тенорит потому что более крупных кристаллов это купру-мо что вы помнили минерал очень интересный который там встречается в совершенно фантастических видах причем этот тенорит он растет буквально на глазах из фумарол то есть из газовой фазы сразу идет кристаллизация чистого оксида меди пожалуйста вот такая например ассоциация которая вообще запрещенная как бы в классической минералогии сельвин калий хлор да то есть много щелочей и пожалуйста гематит то есть у нас на сельвине водно-растворенном минерале из газовой фазы выпадает ферру-2-О-3 гематит вот такие например парадоксы да минералогических ассоциаций и посмотрите например сорончаноид например минерал посмотрите на его формулу вроде как гипс ангидрит да то есть вот ангидритовая молекула значит кальций исо-4 должно быть а здесь у нас значит холиконтит но холиконтит у нас с водой должен быть то есть это который медный купорос да купром исо-4 с натрием то есть совершенно запрещенная собственно говоря ситуация или тот же самый пи-пид причем он там широко распространен новый минерал но широко распространен великолепного вида опять смотрите сульфат меди с калием то есть совершенно парадоксальные комбинации и посмотрите как пишется описание да локалити фумарола арсенатная второй шлаковый конус северный прорыв большое трещиноизвержение которое уже в мировой литературе пишется БТТИ да вот долбачек вулкан Бельковский район значит Камчатка посмотрите сюда шиферит это по формуле между прочим вот кажется что это какой-то ванадат на самом деле шиферит это вот такого хитрого вида это первый вообще в истории группа гранатов ванадивый гранат где у него место структура граната а вместо силициума здесь присутствует ванадиль например вот вот такой запрещенный и опять гематит да пожалуйста да вместе с гранатами и все это на ангидрите на сульфате кальция то есть вот такие вещи ну федотовид да там огромное так сказать выделение этого федотовида тоже минерал медискалиен вот посмотрите какой прекрасный значит арсенат меди ее холерит да арсенат меди но и цинка что привычно тут прибавляется магний еще тоже привычно к цинку а тут еще и натрий выстраивается то есть получаются вот такие красивые вещи вот и пожалуйста значит второй значит минерал грубо граната структура граната но один шиферит это ванодат а другой ну с молекулой ванодатов а второй берцелит с молекул арсенатов то есть вот так что вы знали что есть группы минералов вроде как гранат всегда силикатный минерал а тут нате вам такая вот штука вот пожалуйста там все это написано что насколько то есть это новый тип структур то есть Игорь Викторович является открыватель не только огромного количества минералов но он еще исследовал и доказал так сказать аналогичность структур этих минералов с группой гранатов вот но это более обычный конечно значит атакамид ну просто я взял симпатичные образцы из значит музея Мгри и так сказать музея Ферсмана вот такие вот посмотрите прекрасные совершенно образцы которые там в огромном количестве встречаются и сейчас видите как сложилось что директор музея вулканолог и тут еще Игорь Пеков то есть у нас сложилось такое вот интересное сочетание для такого серьезного прорыва вот именно в изучении таких минералов ну вот если будете в музее обязательно обратите внимание когда вы вошли в первый зал вот на этих первых ступенях справа у вас будет новое поступление а слева отдельно витрина посвященная только толбачику вот открытием на толбачике и к чему я призываю что сегодня нам так сказать чита Громовых продемонстрировала великолепные совершенно ну здесь опять вот тенорит который вам Дима показывал блестящий да вот такие вот значит полости и посмотрите какие роскошные кристаллы внутри такого фрагмента значит бомбы так вот это семейство показало насколько интересным может быть как бы вроде туристической путешествия но на уникальный объект и чем он конечно уникален что там на толбачике находиться без проводников нельзя да то есть группа МГУ и музей Ферстман они получают специальное разрешение чтобы находиться там лагерем потому что как бы это место повышенной опасности и они там проживают но если вдруг вы туда соберетесь то там конечно простор вот этих среди этих фумарол там масса фумарол полей и если будет возможность так сказать там какое-то время поработать и повнимательнее потому что здесь Дима еще не совсем был подготовлен потому что он как бы ехал такую поездку но собирал то что очевидно лежит под ногами то если чуть-чуть там как бы напрячься то можно собрать совершенно потрясающую коллекцию редчайших минералов причем которые в большинстве своем великолепно выглядят но что интересно эти минералы необходимо собирать почему они все практически воднорастворимые то есть это все так сказать фумаролы дают эфемеры то есть вот это огромное количество воднорастворенных минералов которые потом смываются дождями потом снег выпадает и так далее то есть это каждый год так сказать идет так сказать прирождение так что что я могу сказать в финале что прекрасно мы сегодня а и вот самая наверное колоссальная вещь в такой маленькой пробирке которую я как раз хотел закончить цезио димеид да значит сульфат значит оксисульфат меди калия и цезия это вообще просто можно застрелиться от да тройной комбо такое но причем это так сказать вещи которые не считались что они могут вместе встречаться но вот это уникальное месторождение уникальная геологическая ситуация я всегда вам не забываю повторять что всегда почему мы должны изучать каждое отдельное месторождение потому что в каждом месторождении в зависимости от пересечения самых разных условий у нас образуются самые разные комбинации в данном случае толбачек это конечно место такое я по-честному завидую так сказать лютой завистью Диме которому удалось в начале своей жизни побывать на таком объекте я думаю что это даст ему возможность нормально сориентироваться в жизни и может быть на всю жизнь полюбить такое интересное мероприятие как собственно говоря коллекционеры минералов и уже стать профессиональным минералогом или луканологом это зависит от него так что друзья мои зрители нашего канала Камневеды посмотрите какой у нас прекрасный пример вот таких выступлений членов нашего клуба пожалуйста пишите все это в отзывах задавайте нам пожалуйста вопросы мы все всегда рады принимать вас в нашем клубе снимать про вас про ваши коллекции так что пожалуйста приходите в наш клуб у нас всегда интересно всего хорошего аплодисменты